Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Анна Марченко. Смотрите в этом выпуске. Сургут, нефть, газ. Ежегодная международная выставка инновационных технологий открылась сегодня в нашем городе. Может, каждой помощь нужна Ренату Ознобаеву. У парня милобластный лейкоз. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники дошкольной сферы. Глава Сургута поздравил воспитателей и нянечек. Выставка «Сургут. Нефть. Газ. 2017» сегодня распахнула свои двери в нашем городе. Обширный парк колесной техники, нефтепромысловое, электрогазовое оборудование, инновационные разработки в области энергоэффективности и многое другое. Дмитрий Круковец сегодня работал на международном форуме. В нашем городе сегодня стартовала уже ежегодная выставка «Сургут. Нефть и газ». Основная тема – экология и бережливое производство. Свою продукцию и технику представили больше ста предприятий. Выставка в Сургуте проводится не случайно. Ее участники в первую очередь показывают одному из лидеров топливно-энергетического комплекса страны – компании «Сургут. Нефть и газ» – возможности отечественного и отчасти зарубежного рынка технологий. «Сургут. Нефть и газ» достиг по многим направлениям лидирующих позиций в России. Все это достигнуто благодаря и совместно с вами, с вашими разработками, с вашими технологиями, с вашими научными решениями. Только за 2016 год более тысячи наименований, оборудований и запасных частей было произведено российскими производителями взамен импортными. Сегодня потенциал для роста в энергоэффективности, бережливости и разработке инновационных технологий есть у многих крупнейших игроков отрасли нефтегазодобычи, переработки и энергетики. «Задачи, которые стоят перед обществом, беспребойное, надежное обеспечение электроснабжением потребителей, также в настоящее время невозможно решить без новых инновационных решений, новых технологий». В структуре «Тюмень Энерго», например, сейчас готовят изменения, которые позволят эффективно решать инновационные задачи. Свои идеи региональным предприятиям Югры предлагают зарубежные участники рынка. Компания «Шнейдер Электрик», филиал которой есть в Нижневартовске, рассматривает возможность инвестирования в Сургут. «Идея есть, логистический центр, и также хотелось бы здесь открыть, я еще раз говорю, при, скажем так, заключенных контрактах, если будет какой-то инженерно-технический центр, сервисный центр, поддержка, скажем так, конечного заказчика». Если эти предприятия появятся в нашем городе, дополнительно будут созданы 100-120 новых рабочих мест. Плюс ко всему это свыше 10 миллионов рублей поступлений в бюджет ежегодно. Еще один зарубежный партнер компании из Белоруссии – «Газфармэк». Поучаствовав в выставке в прошлом году, минские гости приехали вновь и привезли свою новую разработку – трассоискатель. «Поиск утечек, проверка изоляции, допустим, новое наше направление – трассоискатель, прибор для определения залегания трассы, глубины и проверки состояния изоляции трассы. То есть повреждена, не повреждена. Это как бы наша немножко боковая ветвь. Основная – это газоаналитика. Поиск утечек и безопасность при работе в тех помещениях, где может появиться загазованность». «На самом деле 150 участников – это огромное количество для такой выставки региональной. Но я бы сказала, что эта выставка сегодня имеет право носить статус международной. 10 стран, которые представлены на территории этой выставки, это говорит о многом. Это возможность уже позиционировать нашу выставку как международную». Также на «Сургут нефть и газ» свою продукцию представили компании из Австрии, Германии, Финляндии, Чехии и Словакии. И это несмотря на санкции. Словенские партнеры в нашем городе презентовали курорт, пятизвездочный отель и лечебную воду. И насколько популярны политические решения о санкциях в бизнес-кругах Евросоюза, становится понятно по реакции самих предпринимателей. «Ой, на нас это вообще не влияет. Ни на нас, ни на наших российских туристов. Они приезжают, отдыхают нормально. Нет, какие санкции, я вас умоляю. Вода, она для всех. Какие санкции?» 22-я международная выставка «Сургут нефть и газ» продлится в нашем городе до 29 сентября. Посмотреть на новейшие разработки в области нефти газодобычи может любой желающий в СОК «Энергетик». Дмитрий Круковец, Анатолий Метельченко, «Сургут интерновости». Между тем, как рассказал глава нашего города Вадим Шувалов, задача властей целиком и полностью совпадает с задачами выставки «Сургут нефть и газ». Это привлечение производителей строительства цехов, заводов и складов в муниципалитете. Это повлечет за собой создание новых рабочих мест, а следом и поступление дополнительных доходов в бюджет. Меня как главу Сургута очень интересуют вопросы, связанные с привлечением инвестиций в первую очередь именно сюда, на нашу землю. И вот разговаривая с стендов, с представителями компаний, понимаем, что именно сейчас, именно сегодня стоит острый вопрос, чтобы развивалось это производство здесь. В рамках выставки «Сургут нефть и газ» прошел целый ряд конференций. Одна из главных – «Зеленые технологии в промышленности и недропользовании». Говорили о рекультивации шламовых амбаров, земельных участков, переработке промышленных и бытовых отходов, образующихся на этапах строительства скважин. Участники обменялись мнениями по текущей природоохранной деятельности, обеспечении экологической безопасности, принимаемых мерах по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождениях. Нам нужно при исследовании недр, при освоении недр, необходимо не нарушить баланс природный, а охрана окружающей среды и ее сбережения зависит больше всего от качества работы предприятия, от их отношения к экологической безопасности. И поэтому очень большое внимание сейчас уделяется применению новых технологий в этой области. Сургутянину Ренату Азнабаеву нужна ваша помощь. У молодого человека мейлобластный лейкоз. Единственный шанс победить болезнь – пересадка костного мозга. Но в России доноров для парня не нашлось, а за поиск донора в Международном банке необходимо заплатить 18 тысяч евро. Светлана Стебенькова расскажет подробности. Ренату Азнабаеву 26 лет. С июля молодой человек проходит лечение в гематологическом отделении Сургутской окружной клинической больницы. У Рената мейлобластный лейкоз. Этот диагноз парню поставили три года назад. Все началось в 2014 году. После Нового года у меня сильно заболело горло. Я думал, что это ангина. Вот обратился в больницу. Там взяли кровь и сразу же там же поставили диагноз. Гематолог врач спустился и сказал, что у меня острый мейлобластный лейкоз. Тогда Ренат прошел 12 курсов химиотерапии. Провел в гематологии почти 12 месяцев и думал, что болезнь отступила. Нужно было только раз в полгода сдавать анализ крови для контроля. Но в июле 2017-го молодой человек снова оказался на больничной койке. Последний раз я попал на скорой. У меня была высокая температура, где-то под 40. Сказали, что у меня случился рецидив. Мне врачи, как только поставили диагноз, рецидив случился, они мне сказали, что нужна будет пересадка костного мозга. И нужно будет только этот единственный шанс, чтобы полностью выздороветь. Свои стволовые клетки родственники Рената отдать ему, как бы не хотели, не могут. Не подходят по результатам анализов, несовместимы. В российской базе доноров для сургутянина тоже не нашлось. Есть только этот самый в Германии. Для поиска нам сказали, надо 18 тысяч. Для обследования поиска доноров 18 тысяч евро. Ну и плюс 120 за доставку имплантанта, ну трансплантанта, трансплантанта при случае, ну будем надеяться, что там донор найдется. Родственники Рената своими силами смогли собрать 6 тысяч евро. Помогли друзья и близкие. Но необходимо еще 12 тысяч евро. Плюс 120 тысяч рублей в случае, если донор найдется. Саму операцию проведут по квоте. Родители молодого человека обратились в Петербургский благотворительный фонд Адвита. Есть реквизиты, вот Адвита, и можно туда отправить именной на имя Азнобаева Рената. Если вы хотите помочь Ренату победить лейкоз, достаточно просто зайти на сайт благотворительного фонда Адвита, по ссылке которую вы видите на экране, и посильно поучаствовать в сборе средств. Ведь помочь может каждый, а может каждый можешь и ты. Сегодня в России отмечают День воспитателя. Праздник этот сравнительно молодой, ему всего 13 лет. Однако традиция чествовать работников системы дошкольного образования уже сложилась. Глава Сургута Вадим Шувалов поблагодарил за труд воспитателей, нянечек, заведующих и всех, кто работает самыми маленькими сургутянами. Пожелал крепкого здоровья и успехов. Почетными грамотами и благодарственными письмами профильного департамента за результативность и эффективность наградили пятерых сотрудников сферы образования. Я в системе дошкольного образования работаю почти 15 лет, и для меня знаковое событие вручение этой грамоты. Для меня уже стал дом, это для меня уже семья, коллектив, и коллектив управления, и коллектив учреждений дошкольных образовательных. Мы все друг друга знаем, любим, ценим, мы все друг другу стараемся прийти на помощь, и я уже не представляю себя в другой какой-то сфере. На сегодняшний день в Сургуте 61 муниципальное учреждение оказывает услуги дошкольного образования, еще 5 лицензированных частных детских садов. Однако, по словам Анны Тамазовой, директора департамента образования города, имеющихся мощностей недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребность Сургута. Впрочем, проблему решают. В программе развития системы дошкольного образования запланировано 10 объектов, где будут создаваться места для малышей. Это и билдинг сады, и начальная школа детский сад, и дошкольные отделения на базах средних школ. На сегодняшний день реальные работы идут только на 5 объектах, остальные пока в планах. Общий объем мест, который предусмотрен на 10 объектах, более 2000 мест. Конечно, именно такие ресурсы помогут повысить удовлетворенность именно в местах от 1,5 до 3 лет в городе. 22 команды школ, гимназии и лицеев Сургута приняли участие в ежегодной акции «Дерево надежды». На этот раз они высадили растения возле дома по улице энергетиков. На месте работы юного экологического десанта побывала и Виктория Дрягина. 80 саженцев березы и рябины обосновались на улице энергетиков. Здесь их высадили юные экологи Сургута. Организовали мероприятия педагоги и воспитанники эколого-биологического центра. Это бывшая станция ЮНАТОВ. У истоков проекта «Дерево надежды» стоит Татьяна Масляникова. Вот уже 9 лет она встает в ряды зеленого десанта. Для меня на самом деле это очень значимо, потому что я подаю пример маленьким детишкам. Когда я буду проходить мимо этих посаженных деревьев, я буду постоянно вспоминать, что эти деревья посажены были мной и моими друзьями. И от этого будет становиться теплее на душе. Каждый юный эколог прошел специальный инструктаж по высадке деревьев. Школьники ответственно подошли к мероприятию. «Повторяли, садили, смотрели, как садится правильно. Еще нам тут рассказывали, как это все делается». «Во-первых, тепло одеться, потому что у нас достаточно холодно. Наш куратор сварила нам чай в термосе». «При посадке мы учитывали то, что береза растет прямо, из-за этого мы ее посадили так, как нужно. И рябина, она растет кустом, не одним стволом, из-за этого мы ее посадили соответственным образом». Марш юных экологов Сургута предваряет одноименный слет. На нем школьники демонстрировали знания сферы природы охраны и выполняли задания. Сейчас эта тема – обязательная составляющая в программе общего образования, отметили в администрации города. «Здесь даже трудно переоценить важность включенности ребят в изменение своего города, в сохранение природы. Вообще экологическое образование – важная составляющая в целом общего образования. Наши ребята очень активно участвуют в олимпиадах по экологии. И очень много работ исследовательских связано с экологией, серьезных работ, которые получили признание на уровне российском». К сожалению, некоторые деревья не приживаются на новом месте. Дело в том, что не все участники единого дня посадки, даже несмотря на все инструктажи, понимают, как правильно высаживать растения. В этот раз каждый юный эколог выучил на зубок два главных правила агронома. Для того, чтобы саженец пережился на новом месте, необходимо посадить его достаточно глубоко и утрамбовать посильнее. И только тогда он будет расти и доживет до следующего года. Виктория Дрягина, Анатолий Метельченко, Сургут, Интерновости. Фестиваль здорового образа жизни и развития личности «Начни с себя» вновь пройдет в Сургуте. Он откроется 7 октября на базе Института экономики, управления и права. В его рамках жители смогут овладеть необычными методиками из разных сфер жизни. От настройки семейных отношений до продвижения бизнеса. Подробности у Дмитрия Подлеснова. Фестиваль «Начни с себя» пройдет в Сургуте уже в третий раз. Эта площадка позволяет каждому посетителю увидеть свои возможности в новом ракурсе. И неважно, в каком направлении вы хотите получить толчок к развитию. Будь то здоровый образ жизни, порядок мышления, основы строительства своего дела, управление эмоциями и многое другое. К фестивалю подключились десятки как местных тренеров, так и именитых гостей. Одно из самых востребованных направлений среди сургутян – основы Айкидо. Восточное единоборство – это в первую очередь мировоззрение, отношение к миру. Мир очень быстрый, очень быстро все меняется. Но, как говорят, истинные ценности стоят всегда. Поэтому, чтобы не заблудиться в ритме жизни в этом, Восточное единоборство позволяет нам успокоиться, посмотреть на этот мир адекватно, глазами. Для удобства сургутян все два дня работы фестиваля будет организована детская комната. Воспитатели будут не только следить за ребятами, но и заниматься с ними творчеством. На этом фестивале мы представляем детский мастер-класс творческий и есть взрослый. Наши мастер-классы в этом году направлены именно на то, чтобы из того, что есть дома, из подручных средств, которые, кажется, уже не нужны – газеты, бумаги, журналы – творить своими руками новые интересные вещи. Создавать, например, кулон, создать из журналов. И он будет очень уникальный, творческий, эксклюзивный. Также на фестивале «Начни с себя» будут представлены и прикладные дисциплины, например, по изучению иностранного языка. Мы как раз пропагандируем в нашем центре познание языка и культуры. Для этого приглашены, например, носители языка, для того, чтобы не только изучать грамматику, лексику, как построить предложения и так далее, а все-таки окунуться в мир этого человека, который владеет языком. Фестиваль «Начни с себя» пройдет с 7 по 8 октября на базе Сургутского института экономики, управления и права. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шеркунов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До свидания. На страже порядка сотрудники полиции Сургутского района незамедлительно приходят на помощь каждому, кто нуждается в ее защите. Ежегодно в Сургутском районе совершается порядка полутора тысяч преступлений и более 14 тысяч административных правонарушений. Полицейские каждый день выходят на улицы поселений для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Спокойствие населения берегут около 600 сотрудников отдела МВД России по Сургутскому району. Кандидат, который поступает к нам на службу, он изначально должен быть морально подготовлен. Почему? Потому что на сотрудника полиции возлагаются определенные обязанности и запреты. И кандидат, который поступает к нам на службу, он морально должен быть готов к требованиям, которые предъявляются при поступлении на службу в органы внутренних дел. Сильный, умный, смелый. На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане с 18 лет. Прием осуществляется независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Кандидаты на службу должны быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Ничто так не радует женщину, как удачно купленная шубка. Теперь в нашем городе есть возможность приобрести меховые изделия еще и очень выгодно. В Сургуте впервые открылась выставка продажа «Меховые коллекции». Представлено более полутора тысяч позиций на любой вкус – классические модели или, например, шубки-трансформера. «Меховые изделия предоставляют собой огромный выбор нутрии, норки, мутона, каракуль. Также вы можете приобрести шубу за наличный-безналичный расчет. Предоставляется беспроцентная рассрочка и кредит». Каждая шубка имеет гарантию и прошла строгий контроль качества. Ассортимент удивит самых взыскательных дам разнообразием цветовых решений – от пастельных оттенков до и сине-черных. Тут вы также сможете купить меховое золото за более приятную цену, так как шубы представлены напрямую от производителей. Консультанты помогут выбрать шубу, которая подойдет именно вам. Не упустите шанс купить шубку своей мечты. Выставка «Меховые коллекции» продлится до 1 октября в ТЦ «Богатырь» по адресу улица 30 лет Победы, 66, второй этаж, правое крыло. Приглашаем на фестиваль меха. Новая коллекция шуб по летним ценам. Цена и качество фабричные. Скидки до 20%. С 21 по 24 сентября вершина. Город Сургут. Вы купили Алмак-01. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. Алмак-01 от артритов, артрозов, остеохондроза. В сентябре Алмак-01 с максимальных выходов. В аптеках «Экона» и «Бережная аптека». Только с 25 по 30 сентября ВИП «Бутик» представляет миланскую коллекцию мехов от легендарного дома Жан-Франко Ферре Фурс. На индивидуальный заказ. Скидки до 30%. Запись на просмотр коллекции по телефону 55 55 81. Торговый дом «Скандинавия». Лакшери ВИП «Бутик». 55 55 81. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Полярная распродажа шуб в Сургуте. С 29 сентября по 1 октября. Ледяные цены на шубы без накруток. Персональные скидки. Подарки каждый час в гостинице «Метелица». Включи «Лав-радио» твоей мечты. Приглашаем на фестиваль «Меха». Новая коллекция шуб по летним ценам. С 26 сентября по 1 октября. Вершина. Город Сургут. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создаёт хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru А ты говоришь, не сезонник. Я всё переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. Приглашаем на фестиваль «Меха». Новая коллекция шуб по летним ценам. С 21 по 24 сентября. Вершина. Город Сургут. И о погоде на 28 сентября. Здравствуйте в студии Алина Белявская. В четверг на погоду в югре будет оказывать влияние тёплый атмосферный фронт, связанный с Атлантическим циклоном. Небо затянут плотные многоярусные облака, пройдут облажные осадки в смешанной фазе, а температурный фон немного повысится. Ночью в Сургуте окрестностях облачно без существенных осадков. Направление ветра западное 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3. Утром также облачно небольшие осадки. На столбиках термометров около 3 градусов тепла. Днём по-прежнему облачно, местами осадки. Ветер западной четверти 4,9 метра в секунду. Температура плюс 1, плюс 6. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Осень-зима» из Германии и Финляндии. В салонах обуви «Саламандр» финальная распродажа летней коллекции. Скидки до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и состоит 758 миллиметров штутного столба. У «Карапуза» всё просто. Молочные смеси для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные смеси на 25% дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok